Доброе утро, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу с вами поделиться новыми данными, представленными на АСКО в 2023 году в рамках переоперационной терапии при местно распространенном немелкоклеточном раке легкого. Мы все с вами знаем актуальность этой проблемы. На немелкоклеточный рак легкого приходится 85% всех пациентов с заболеванием легкого. И эти пациенты подвергаются при местно распространенном заболевании хирургическому лечению, что является очень важным этапом. Но, к сожалению, от 25 до 70% случаев, в зависимости от стадии, заболевание впоследствии возвращается. В связи с этим используются режимы адювантного и неадювантного лечения. Из новых режимов на данном слайде представлены стандартные рекомендации в русском. И здесь есть для нас два новых режима, которые мы не так давно стали использовать. Это моноиммунтерапия от изолизумабом и неволумаб в комбинации с химиотерапией в рамках неадювантного режима. Исследование с неволумабом было представлено исследованием Checkmate 816, где до начала хирургического лечения использовали три цикла в комбинации химиотерапии с иммунтерапией против просто химиотерапии. После чего выполняли хирургическое лечение и дальше по необходимости стандартная лучевая терапия, либо химиотерапия. И здесь бессобытийная выживаемость в группе пациентов, которая получала иммунтерапию, была на 10-8 месяцев больше, нежели чем у пациентов, которые получали химиотерапию. А время общей выживаемости так и не было достигнуто у пациентов с применением иммунтерапии. И, конечно же, основным моментом, на который сейчас еще обращается внимание, очень важный момент, это патоморфологический ответ. И здесь он был в 24% случаев против 2,2 пациентов, которые получали только химиотерапию. Исследование Empower 010 – это пациенты-гиперэкспрессоры, которые получали после 4 стандартных циклов адевантной химиотерапии иммунтерапию отезолизумабом. И еще одно исследование, которое зарегистрировано в FDA, но у нас не зарегистрировано, это адевантное применение пембролизумаба. То есть пациенты, которые получили хирургическое лечение, дальше стандартную химиотерапию, делились на 2 рукава и получали пембролизумаб в 18 введении или плацебо. И здесь пациенты во всех группах получили бенефит, который получали именно пембролизумаб. Но тут из интересного, что не было какого-то выраженного ответа у пациентов, у которых была гиперэкспрессия PDL. Переходя к новому исследованию, которые были представлены, исследование Keynote 671 – это исследование неодювантного использования пембролизумаба с платиновым дуплетом. По дизайну исследования делали 4 цикла химиотерапии с иммунтерапией против стандартной химиотерапии, дали хирургическое лечение и поддерживающие 13 введения пембролизумаба. В плане бессубтийной выживаемости медиана не была достигнута в группе с пембролизумабом, общая выживаемость также. И разница общей выживаемости начиналась у пациентов спустя 2 года лечения. Относительно патоморфологического ответа тут тоже была значимая разница. Частичный патоморфологический ответ был в 3 раза больше, чем у стандартного платинового дуплета, а полный регресс наблюдался у 18% против 4%. Также был сравнительный анализ пациентов, которые достигли частичного или не достигли частичного или полного патоморфологического ответа. Все равно во всех этих подгруппах пациенты, которые получали иммунотерапию, имели лучший эффект. Следующее исследование – это неводевантное применение неволумаба и релатимаба. Это ингибитор ЛАК-3. Здесь пациенты получали 2 введения – либо только неволумаба, либо комбинацию неволумабы и релатимабы. Дальше они получали хирургическое лечение. Задача поставленная была, чтобы данная комбинация была не хуже, чем просто неволумаб. Это было достигнуто. Относительно патоморфологического ответа мы видим, тут небольшая разница в улучшении. Токсичности также не было выявлено. И показатели общей выживаемости, и визрецидинной выживаемости тоже были одинаковыми. Исследование еще продолжается, и в него вынесли изменения в виде увеличения дозы релатимаба, что может позволить улучшить результаты. Следующее исследование – это комбинация пембролизумаба и рамуцрумаба, которые... Сюда включались пациенты только с педеликспроси больше или равной одному. 1b, 3a стадия делалось, 2 введения рамуцрумаба и пембролизумаба, дальше проводилось хирургическое лечение и по необходимости стандартная химиотерапия. Здесь патоморфологический ответ частично был достигнут у половины пациентов, и 25% из которых получили полный патоморфологический ответ. Здесь также возникал вопрос, будут ли какие-то особенности в послеоперационном введении у пациентов, так как применялся препарат рамуцрумаб, этого замечено не было. Общая выживаемость спустя 24 месяца составляла 94%. Срез базы данных был совсем недавно, это был конец 2022 года. Следующее исследование это переоперационное применение тори-полимаба с платиновым дуплетом. Это исследование третьей фазы, здесь проводили антипидеми препараты с комбинацией химиотерапии, 3 введения, дальше хирургическое лечение. Включались пациенты с любой педеликспроси, после чего одно введение также комбинации тори-полимаба с химиотерапией и дальше поддерживающие 13 циклов. Относительно результатов, здесь видно выраженные патоморфологические эффекты, как частичный, так и полный ответ. И в подгруппах пациентов, которые достигли или не достигли такого результата, тоже получили положительные эффекты пациенты, которые все-таки получали иммунотерапию. Был представлен постер с исследованием второй фазы и исследование с препаратом тислизумаб с химиотерапией. Нас интересует больше первый рукав, где были представлены пациенты, которые резиктабельны или потенциально резиктабельны. Им делалось 3-4 цикла в комбинации с препаратом. Им дали хирургическое лечение и в течение года поддержка тислизумабом. И здесь представили результаты патоморфологического ответа. Они достаточно внушающие и частичный патоморфологический ответ был достигнут у практически половины пациентов. Дальше был представлен дизайн исследования с новыми препаратами исследования неокост. Здесь были новые комбинации дурволумаба с олиплумабом. Это ингибитор CD73. Комбинации дурволумаба и монолизумаба, ингибирующие НК-рецепторы связывания с комплексом гистосовместимости. И третий рукав это был препарат Волрустамик. Это комбинированный препарат анти-ПД1 и анти-Стель-4. Пациенты включались, разделились на 3 соответствующих рукава. Они все были в комбинации с химиотерапией. Проводилось хирургическое лечение. И дальше в течение года они должны будут получать поддержку. Первичными и конечными точками это частичный патоморфологический ответ. И безопасность и эффективность нанотерапии. И переходя уже к следующему исследованию, это адювантная терапия. Дизайн исследования выглядит так. Этот препарат комбинированный. Также он анти-ПД1 и анти-Стель-4. В комбинации с платиновым дуплетом делаются 2-4 цикла. Уже в послеоперационном периоде. Вне зависимости от ПДЛ-экспрессии. И переходя немного о таргетной терапии. Было отрицательное исследование в применении асимиртиниба в неодювантном режиме. Где его использовали 2 месяца, после чего пациенты оперировали. И первичной и конечной точкой была заявлена частота патоморфологического ответа 50%. Она, к сожалению, достигнута не была. И патоморфологический ответ отмечался только у 15% пациентов. В связи с чем исследование оказалось негативным. Но были также обнаружены новые маркеры резистентности. И наоборот эффективности. И закончить свой доклад я хочу на положительном, позитивном очень исследовании, так скажем, Адаура. Это исследование третьей фазы пациентов, которым адювантно применялся осимиртиниб. Пациенты с наличием дилеции в 19-м экзоне и в 21-м мутацией в 858 пациенты получали хирургическое лечение, после чего получали поддерживающее профилактическое лечение осимиртинибом, ингибитором терзинкиназа третьего поколения. И спустя 4 года лечения медианы без событийной выживаемости достигнутой не было. Группа пациентов с таргетной терапией. А спустя 6 лет лечения медиана была в 3 раза выше у пациентов, которые получали таргетную терапию осимиртинибом. Если говорить про общую выживаемость, то, например, относительно стадии 3А, она была на 20% выше у пациентов, которые получали осимиртиниб. В плане нежелательных явлений здесь все достаточно стандартно, препарат для нас известен. Если подводить итоги моего сегодняшнего доклада, я представила 4 исследования третьей фазы, в которых было как неодевантное лечение, так и адевантное лечение. И по итогу у нас нет правильного, тщательного ответа, что же все-таки лучшее для данной пациенты. Например, как в исследовании по меланоме, на пациенте было показано значимость адевантной терапии в зависимости от патоморфологического ответа после неодевантной терапии. Здесь, к сожалению, такой тенденции в новых исследованиях не замечено. Но при этом появились новые препараты, будут новые результаты, появились новые маркеры резистентности и также эффективности. Продолжение следует...